В операционных залах Центра обслуживания населения Шымкента гражданам помогают консультанты. Здесь очередники, получив электронную цифровую подпись, могут зайти на порталы ГОВ и убедиться, что их заявка на участие в конкурсе по программе «Казахстанская потечная компания» принята. Я работаю в службе метрологии, стою в очереди на жилье второй год. Услышал, что принимают заявки на участие в программе КИК, пришел в ЦОН. Здесь работники Центра обслуживания населения все объяснили, показали. Надеюсь, получу заветные квадратные метры. Операционный зал, как на ладони. Здесь установлена видеокамера. По ним можно отследить качество предоставляемых услуг и прозрачность подачи заявлений на жилье. В данный момент по городу у нас было выдано 1338 электронных цифровых подпись и примерно 1200 консультаций для подачи КИК. Заявки на участие в конкурсе на жилье по программе КИК принимаются до 7 октября включительно. Если житель Шимкента подходит по категории и его очередь подошла, то квартиру он получит в одном из двух домов, построенных в микрорайоне Катьпас вдоль улицы Тулеметова. В этих семи этажках по 96 квартир. Генеральным подрядчиком ТО «Таустрой» завершена основная часть строительства. Сейчас рабочий занимается отделкой объекта. Первые новоселы отметят в новых квартирах День независимости.